Красная поляна, известный горнолыжный курорт в Сочи, находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Лыжники и сноубордисты со всех стран мира здесь могут насладиться великолепным панорамным видом на Западный Кавказ. Это место славится своими ухоженными трассами, роскошными гостиницами и развлечениями. Цены здесь достаточно высокие, но если заранее организовать поездку, можно найти жилье по вполне приемлемой стоимости. Зимой отдых в Сочи приемлемый для туристов. Цены значительно снижаются на проживание, а погода приятно радует теплыми деничками. Вряд ли турист сможет искупаться в море, но Сочи в месяце январе идеально подходит для осмотра главных достопримечательностей. Огурский водопад. Гостям предлагают посетить известный Огурский водопад. Это одна из самых известных туристических достопримечательностей Сочи. Водопад находится недалеко от города, его высота составляет 30 метров. Это самый популярный маршрут для туристов, которые приезжают на отдых в Сочи. После изучения водопада гости останавливаются в районе вдоль ущелья Агура, где могут также насладиться панорамным видом на город и Черное море. Мацеста. Мацеста принадлежит Хостинскому району Большого Сочи. В этой местности сохранились горячие серные источники. Сюда приезжают специально, чтобы провести оздоровительные процедуры в лучших СПА-салонах. Вода содержит более 27 минералов и используется для лечения людей с сердечными проблемами. Обратите внимание. Мачеста-спа – это большой туристический комплекс, в котором есть несколько ванных комнат, массажные столы и кабины для ингаляции. Геленджик. Знаменитый приморский курорт Геленджик существует уже несколько тысячелетий. Он был основан в 64 году. До нашей эры город расположен вдоль изогнутой бухты со спокойными галечными пляжами, идеально подходящими для купания. Сюда часто приезжают любители водного спорта. Гостей обычно привлекает верховая езда, квадроцикл, походы по горам и другие виды развлечения. Геленджик известен своими СПА-салонами и аквапарками. Здесь же функционирует линия канатной дороги, специально построенная для туристов. Поднявшись по канатной дороге на самый верх, можно посмотреть на красивый город. В 2010 году открылся новый аэропорт, благодаря которому легко добраться до Геленджика из Москвы и Санкт-Петербурга. Дагомыс. Уютная деревня расположенная недалеко от Сочи, популярный курорт на побережье Черного моря. Ранее здесь отдыхало русское дворянство, так как в 19 веке именно здесь находилась резиденция царя Николая II. Это здание по-прежнему стоит на своем месте и к тому же превратилось в гостиницу. Живописная деревня может похвастаться прекрасными галечными пляжами, расположенными напротив Кавказских гор, а посетители могут посетить местные чайные плантации и минеральные источники Мацеста. Русские туристы называют Дагомыс раем для активного отдыха, включая походы и наблюдения за птицами в ботанических садах Дендрария. Лето в Дагомысе немного прохладнее, чем в других прибрежных районах. Дагомыс окружают высокие горы, поэтому здесь всегда бывает прохладно. Важно, в январе в Дагомысе бывает довольно холодно. Горы покрываются снегом, одеваться нужно как можно теплее. Домбай. Каждый сочинец хотя бы раз в жизни побывал в одном из самых популярных горнолыжных курортов во всем Кавказском регионе. Домбай – живописная горная долина, расположенная на слиянии трех рек. Она находится в 60 километрах от побережья Черного моря и известна своим чистым воздухом. Домбай часто посещают русские туристы, приезжая с маленькими детьми. Объекты в Домбайе старые и нуждаются в реставрации. Но недалеко находится туристический комплекс, состоящий из 12 отелей и спортивно-оздоровительного центра. Погода в Доминикане в январе Теплая погода в Сочи в январе отлично подходит для проведения путешествий. Также погода в городе Сочи в январе позволит всем жителям города хорошо отдохнуть во время праздников. Гидрометцентр предоставил точные данные о температуре воздуха и воды на январь 2019 года. Полезная информация по изменению температуры и количеству осадков поможет выбрать лучшее время для отдыха в городе-курорте. Важно, чтобы узнать погоду в Сочи в любом месяце, нужно посетить официальный сайт Уитер. Самый холодный месяц в Сочи – это февраль, а иногда январь. Средняя температура днем составляет около плюс 8 градусов. Следует отметить, что в Сочи редко понижается температура воздуха до 0 градусов. В основном, воздух днем нагревается до плюс 12 градусов. В тех регионах, где нет гор, снег тает в течение нескольких часов. Средний показатель воздуха варьируется от плюс 6 до плюс 8 градусов. Самый жаркий месяц в Сочи – июль. Многие туристы, которые могут позволить себе роскошь, останавливаются в гостинице Риксос Красная Поляна Сочи. Гостиница встречает посетителей роскошным и изысканным стилем обслуживания по международным стандартам. Этот уникальный отель расположен в центре Красной Поляны на высоте 90 метров над уровнем моря, всего в получасе езды от Черного моря. Риксос Красная Поляна находится в 40 километрах от международного аэропорта Сочи. Обратите внимание, благодаря своему расположению отель является идеальным местом для любителей и зимнего, и летнего спорта. Примечательная погода в Сочи в январе. Отдых после новогодних праздников в Сочи – это настоящий подарок для всей семьи. Несмотря на то, что в России зимой бывает слишком холодно, Сочи – идеальное место для проведения отпуска как с семьей, так и с друзьями. Снежные осадки выпадают не слишком часто. Однако любители активного отдыха могут подняться на гору в Красную Поляну. В этом районе гостей ждет невероятная красивая трасса, по которой можно кататься на лыжах. В завершение следует отметить, что конец января в Сочи 2018 года выдался достаточно теплым месяцем. К сожалению, в горнолыжном курорте быстро растаял снег. Поэтому турист должен заранее посмотреть прогноз погоды, отправляясь на отдых в этот регион.